Greetings from чужие покрасы. Сегодня мы стартуем новую рубрику. С вас, как всегда, лайкосы, чтобы я понял, что зашло и продолжил их дальше пилить их. Это видосы такие вот. Также присылайте ваши работы вот в группу в нашу ВК. Пока только туда, потом, может, что-нибудь придумаем. Итак, суть. Я, значит, без какого-либо предварительного сценария в формате реакции особо даже не всматриваюсь в ваши работы. Ну, раньше, пока скачиваю пикчи, сажусь и разбираю их на вот этот вот видос небольшой. В идеале хотелось бы к видосу иметь как минимум три работы по каждой из категорий. Новичок, любитель и про. Так что не стесняйтесь, любые работы приветствуются. К тому же, у вас есть возможность попросить, анонимно или нет, их разбирать. Пишите небольшое описание. Может, какие-то нюансы по ходу работы интересные на ваше усмотрение по краскам или то, какие вы для себя техники открыли, к примеру. Ну, а я, в свою очередь, отмечаю как хорошие стороны. Да, даже совсем в новичковых работах они есть. Также и отмечаю косяки. Ну, и советую, что можно улучшить. В основном буду в фотошопе показывать, чё как. Ну, прям на работе чё-то дорисовывать, в общем-то, по фоткам. Однако, если чё-то потребует дополнительного разъяснения, переместимся в мастерскую и покажу уже в кисти. Короче, вам советы, мне контент. И да, мне ещё надо лайки, подписки и работы, да, ваши. Присылайте в группу ВК. И на Boost там можете подписаться и за уроками обращаться. В общем, это вы всё знаете, но почему-то надо каждый раз говорить. Небольшое дисклеймер извинения перед просмотром. Короче, решили мы записать этот видос сразу через ОБС. А ОБС решил, что продублировать звук с камеры — это хорошая идея. Из-за чего звук стал одной дорожкой и выглядело это вот так. Вот. Мне кажется, единственное, чё тут... То, что цвета немного не те. Смотри, короче, тут у нас Маджента. Я, конечно, мог переснять это всё, но тогда задумка непредвзятых реактов была просрана. Поэтому я принял волевое решение отвоевать звук через нейронку, которая частично спасла ситуацию, но местами заживала слова. Спасибо товарищу Джокеру, который довёл звук, насколько это возможно, до удовлетворимого состояния. В общем, сори, меня реально какое-то проклятие при создании роликов преследует и чё-то просрётся. Особенно, если приходится задействовать ОБС-ку, блин. В следующих выпусках рубрики постараюсь не всрать звук. Приятного просмотра. Итак, первый у нас вот такой вот чел, суть всему, из Некромунты. Я насчёт сообщения в чате про разбор. Любитель хотел за несколько часов сделать миньку для одноразового ивента в пафомагазине. Большая часть контрастами залита, несколько элементов классическим покрасом, чтобы выделялось и бросалось в глаза на столе. Анна Ельмена. Ну, короче, смотри. Давай, наверное, фоточку откроем. Сейчас в фотошопе скажу, чё можно было. Тут есть уже пара мыслей, глядя на него. В целом, приятный, простой покрас быстрый. Да, то есть для какого-то такого простого, так сказать, быстренького покраса хорошо, но можно лучше и в целом не сильно дольше. Если смотри, вот допустим, у тебя, что мне здесь сразу не очень нравится, это плащи голубые. Всё остальное, в общем-то, неплохо смотрится. Может, немного странно смотрится прям, ну, такой жёлтый на чистом оранжевом. Хайлайт на чистом оранжевом мече. Его я тоже чуть погрязнее делал. Вот. И тряпочки тоже можно было чуть-чуть поинтереснее. Боже, в целом, в принципе, для простого решения оптимальны. То есть, в принципе, тут чё? Тут, короче, сдержки как раз работы контрастами. Я так полагаю, вот это как раз тоже либо базовый слой, либо контрастом сделано и высветлено немножко. Если это, короче, плащ, сделанный контрастом, скорее всего, как я понял, то тут стоило просто сначала скорее как-то типа полдрайбрашем выделить складочки и потом залить контрастом. Если же он делался по классической схеме, то просто стоило делать их не полосками, а такой микроштриховкой. Сейчас пойду покажу, че ли они бедоны. Вот, у нас есть тряпка, да, в целом, если под контрастом, она как раз примерно вот по такой схематике бы и делалась, да. То есть, сначала можно серым, в принципе, не сразу белым фигачить. То есть, мы высветляем, ну, под контраст сначала её, а потом контрастом. А если обычная схема, то у тебя потом высветления идут. То есть, вот, допустим, у меня какая-то тряпка есть. Тут, конечно, немного грунтом уфаченая, но, опять же, сути это не помешает. То есть, вот какие-то складки, да, то есть, мы вот так вот... мало краски берём, полусухой, и вот таким вот образом, как бы, наштриховываем. То есть, не полоски подводим, а вот таким вот образом их нахреначиваем в осветлении. И потом, вот, опять же, если это контраст, как я сказал, мы заливаем сверху. То есть, обратите внимание, какой за один буквально проход, насколько плавный получается градиент. То есть, вот, обратите внимание, ещё раз показываю. То есть, вот какая-то тряпка, да, вот какая-то складка. Волос здесь не нужен. Вот, то есть, таким вот макаром мы, даже вот если я погуще, побольше краски оставляю, в целом, то есть, вот эти вот черкаши, они как бы и задают нам простую текстурку. Вот, ну, естественно, в том случае, это чисто, это такой, типа, светло-голубой бы был. Вот, ну, и можно там потом ещё дополнительно вот так вот дотыкать белым. То есть, что-то в таком духе, да, то есть... Ну, и потом, в общем-то, опять же, в случае там голубым, да, быренько тоже вот так вот подбить. Здесь, ну, по-хорошему, чёрным. Ну, я, допустим, синий какой-нибудь возьму. По такой же схематике, только чуть более жидким. Вот так вот потом от края, наоборот, подбить. И в целом у вас уже достаточно приятный градиент, похуже на тряпку какой-то есть. В принципе, это как бы вещь всех, кто красит, там, по ГВшной, около ГВшной схеме, да, то есть, вот, очень многие просто упорно понимают, как это эти вот... Чё вместо этих полосок сделать, как их сглаживать и так далее. Глазим, глазим, а решение его там простое. То есть, я это, блин, как-нибудь задавал, что-то пояснил бы. Вот, пользуясь на здоровье, просто крапали красать. Там, мне зарядить её чуть-чуть по-особенному надо. Вот, а особенное это, это то, что просто, как бы, обтираешь её с двух сторон. Вот, ну и, в общем, по такой схематике можно всё вот так по чуть-чуть подвысить, да, у тебя уже в три раза чекает, как раз, получается. Вот, но самое главное, касается складок обрявки, да, то есть, в целом, здесь, допустим, вот, чё-то подобное есть, как раз, да, такая драйбрашная. Это, я так понимаю, до как раз контраста было сделано, вот, собственно, такой же схеме, и вот эти тряпки можно было сделать, да, только, опять же, чуть аккуратнее. Ну, вот, а вот с этими джами, ну, не знаю, короче, я бы, во-первых, ну, каким-нибудь аграксом можно было бы жидким прибить вот этот оранжин, чтобы он не такой чистый был, да, даже если он покоцанный. Вот, можно было бы там мелким штрихами его вот так вот про, ну, тоже быстро ходилось, как бы, вместе с аджом. Вот, ну и самое лучшее, я бы, наверное, либо кремовый какой-нибудь ставил, либо хотя бы бледно-желтый по типу вот такого характера, да. То есть он бы тогда смотрелся как-то поестественно. Потому что тут вроде как-то есть заявочка на реализм, да, а вот есть такие вот излишне чистые цвета, которые на немногу не идут. Ну, и тряпочка вот эта голубая тоже, опять же, какой-нибудь более бледно-голубой мы брать стоило. Ну, или, опять же, там, легоньче его прибить какими-нибудь по кореи или дракинг-фолкам сломанным сильным разбалом. Вот, а так, в целом, повторюсь, работа неплохая, то есть, что, хорошо, кожа смотрится, только ее чуть-чуть подносить. Вот эта кожа вообще, ну, в принципе, по технологии игровыхе отлично, то есть, это вишневая, которая... Вот здесь вот только немного я бы прибил слишком четкие штрихи. Вот, ну, и на вещах вот такие вот эти зарубы тоже бы хорошим подвысить, это стоило. Вот, и ракет, его бы... Вот у него слишком темные тени, даже, думаю, run-on-row. Их можно было бы красным сделать, ну, конечно, я бы хотела. Вот, тоже, кстати, неплохо смотрится вполне себе. А-а-а... Я бы еще чуть-чуть подвысил, вот до такого результата. Примерно вот до такого. То есть, это пора рамить слоеву. Вот, как и так. Следующая работа у нас вот Демикрия Таранова, который имену себя как мемичок. Хрипли из чужого! Ну, не соревновательный мемичок. Либо чел просто гений, который сходу въехал в покрас. Но тут что прикольно, то что тут как бы и тебя и цвета не было подобраны, ингредиенты хорошие, да, там есть где-то небольшая, ну, так сказать, околожирность. Но, в принципе, оно и не мудрено, если краской, ну, если кистью красить кожу. Вот, ленды очень хорошие. Те, типа, тени не сильно тёмные. Ну, немного похожи на мячка, я бы так сказал. В особо не до чего докопаться. Опять же, цвет под тени прекрасный. И я единственное, что я беру их чуть более сизменно, то есть, где в таком темном цианте, скорее же, на такой схеме такого типа тени, я бы живем, ну, или там темнее. Ну, да, ну, через синий они тоже имеют место быть, просто как раз вот тут вот для чего можно, ну, так вот совсем очень с натяжкой докопаться. Это то, что вот как раз у тебя... Видишь, что синий задействован с чёрным. То есть, ну, типа, синий-чёрный, как он без. Ну, и такие же силоватые тени на белой ткани. А, вот. Поэтому как раз вот на белой ткани они будут, ну, такие, чуть более циановые, чуть-чуть выгодные, ё-бэ, одеделяли. Можно ещё чуть-чуть, ну, губы чуть-чуть вот сбладить, хотя вот сверху они вполне себе заблажены, очень естественно. Не, ну, ещё как не сделать, идёшь. А ясницы... Ой, эти брови, в смысле, о-о-о-о, протыкать вот так можно. Ча. Брови, типа, не в один слой делаются. Ты берёшь, короче, натыкиваю ещё потом белым поверх. Ну, какие-нибудь, можно как раз с микроблейзами, можно чуть более густые чем-то. А, то есть, типа, таких точек наставляешь, короче, потом снова их чёрным, ну, или каким-нибудь уже цветовым, то есть, допустим, они здесь тёмно-коричневые, как раз можно было, ну, то есть, начать с чёрного, да, вот такие белые точки проставить, потом как раз тёмно-коричневым к кем-нибудь и прибивать. А-а-а... это тем... уже более глайзованные. То есть, и тебя тогда, короче, появится текстура, светлый совсем тот, ну ладно. Вот. И так можно по несколько раз пылять, там, серый ещё добавить, кста. Вот. И тебя тогда будет текстурированная бровь, такая, ну, типа, текстура волос появится. Вот. Такое. Блин, ну, кистью точно так же, как работает, в общем-то. Вот. А-а-а, ну и на зрачок делаем блик. Вот, такой большой. Вот. Ну и я бы чуть в сторону глаза сделал, ещё чуть сильнее. То есть, это такое тоже базовое правило. А-а-а, то, что, короче, именно как раз... Ну, вот сюда ещё, кстати, блики можно порасставить. Вот так вот. А-а-а... Типа, лучше уводить, короче, немного в сторону, в себя зрачки. Тут они, в общем, тоже не совсем прямо смотрят, но почти прямо. То есть... А-а-а... Чуть-чуть в сторону. То есть, смотрит. Блик как раз помогает это сместить немного взгляд. Вот. И тени на глазах лучше не делать. А-а-а... Ну, только на совсем больших ременьках и очень-очень двойтовые. Потому что... Это довольно мелкий элемент, и желательно, чтобы он выделялся на фоне кожи. Вот. Вот. Я прям совсем светлыми. Бах. Да, то есть, в принципе, если вы... Это как-то так оно бы выглядело. Вот. Вот что-то такое. И вообще, по-хорошему, даже если у тебя получается сразу красиво прорисовать глаз, все равно черные подводки мы не игнорируем. А-а-а... То есть, когда мы как раз выправляем глаз, лучше всего... Ну, вот мы выправляем вот такими-то медугами, да? А-а-а... Вот. Их в идеале так и так делать, особенно женским персонажам, потому что оно как бы добавляет ресниц. То есть, глаза становятся чуть выразительными. Единственное, что я тут с этим... Белый зарисовал, чуть-чуть зрачок убьет. Вот. Ну, то есть, и, соответственно, вот мы чуть смещаем в сторону, да? То есть, по сути, на такой масштаб Миньки можно еще радужку прорисовать. Это не так сложно. Но я сейчас уже в это углубляться не буду. То есть, примерно вот в такой схематике мы глаза стараемся делать. Вот. Касаем вот этих бликов, ну, их надо аккуратно убивать. То есть, и чуть более по форме губ. То есть, вот так вот прям. Это уже просто пиксели. Вот. И вот этот блик поменьше тоже надо сделать. Соответственно, по форме губ, да, то есть, тут вот как раз, что я сказал, верхние хорошо сглажены, нижние тоже надо сглаживать. Толстовато, короче, как во мне. Как минимум, с одной стороны. Поэтому я стоял чуть-чуть вот так вот. Ой, блин, мне настолько жестко. А, что мне это, блин, это силы того? Еще чуть-чуть вот так вот подбить. А, ну это чуть-чуть поэлегантно нужно смотреться. И, собственно, хайлайт тоже поменьше, только по верхней стороне губы и ближе к центру. А вот, что-то такое. Вот. Ну и невозможно тут еще чуть-чуть светотень по-другому на лицо разместить, чтобы чуть-чуть подвыделить вот. Со светотенью лица, ну, разве что скажу, что лучше стоило подвыделить все равно с этой стороны тоже посветлее скулы выделять стоит. Я сейчас цвета вот, линтичность не буду, как высветает. Хотя, что-то, среду тона. Так, естественно, могу высветлять. Вот так вот скул чуть-чуть высветлять, да? ну и вот так вот можно вот здесь вот был. мне довольно круглое лицо, скорее, это просто подбородок выделить. И вот тут вот именно губу и носогубную эту, как она называется-то, ну вот можно было чуть-чуть потемнее сделать вбален. Вот. То есть, это, в принципе, из общих советов. Здесь вот темнее тоже можно обычно делать, ну, и на ледокрайности, опять же. Вот. И файлайт на носу тоже, чтобы он полегайзней был потоньше делать. И вот сюда его не уводить сильно. То есть, опять же, я сейчас все это мажу, немного порчу модель. Вот. Но в целом, вот если мы как бы, то есть, мы можем визуально чуть-чуть уменьшить нос, как минимум, переносицу, да? За счет того, что здесь у нас будет либо очень легкий файлайт, либо, ну, минимальный какой-то. И за счет того, что вот здесь у нас будет очень большая тень. Да, у нас чуть, как бы, визуально будет меньше нос казаться. Вот. И вот здесь вокруг носа тоже большие тени, мы не делаем. Вот. Примерно как-то так. Вот. А так, ну, в целом, работа хорошая. Я повторюсь, не новичковая. Не знаю, типа, я, конечно, понимаю, что у некоторых проблем с самооценкой, но это не новичковый как раз. Ну, типа, что такое не новичковый как раз? Молод силы, вот когда красишь, типа, иду, это максимум. Я бы сказал, что не новичок, это вот тот человек, который делает там свои первые 5-10 работ. Причем особо без гайдов самоучек. Если он там со второй работы уже начинает плотно влекать и сильно наращивать свой сингил, он уже постепенно перестает быть новичком где-то к пятой работе. База, кстати, тоже прикольно сделана, нравится, что вот тут как бы разная всякая разнородная грязь, ржавчина вполне все естественно смотрится. Единственное, еще я бы тогда вот эту решетку более ржавой делал, хотя бы так, условно ржавой. Вот, полоски тоже прикольно прибиты, можно было бы их чуть-чуть как бы содранными там вот исходным цветом подприбить. А, то есть она есть вот как бы грязь, да, но чуть-чуть вот там хотя бы у краев, типа, типа краска собиралась. Ну вот, потертся вот эти прикольные, типа, короче, база классная тоже. Да, там до градиентов, ну они слишком хороши, да, там максимум вот можно вычеренить какой-то такой микромомент, да, там чисто такой случайно рандомный нагриденный градик. Вот, а так тут и с контрастом все круто и с подобранными оттенками, да, ну разве что вот опять же, комбез слишком весь синий-черный, да, то есть можно было бы, допустим, там более серый хайлайты сделать, да, там чуть более какие-нибудь даже, да не, голубые, вот именно, то есть чтобы он в методонах был такой голубоватый, да, файлайт у тебя там были более серо-белые, вот, а, то есть, то тени тоже не настолько синюшные, более черные, сразу, что у тебя все методонах серо-голубые, серо-синие, а если ты серо-голубой, другой цвет, это скорее вот как тут, что-то так бывает, да, если как-то больше особо чую, не докопаешься. И последняя на сегодня работа от Владимира Каширина, есть игра Firewatch, это мы знаем, так что как раз плакат заказал подруг знакомого, нашел 2D-рендер, замоделили, распечатали башню, задник сделан из фотобокса, 3х стенного, одну убрал, одну сторону убрал, на другие две подрезал под розмир, есть ксекин, потом их убрал, жаль, не сфотографировал, а позиционно OSL закат, все акрилом, задник в том числе, на базе флока здесь мягко, немного песка. Ну, вообще, вообще, с чего тут стоит начать? Во-первых, с того, что прикольно, то есть, вот у нас референс, такой вот, да, и вот у нас итоговая работа до вас. С чего стоит начать? Ну, то, что немного странно, что вот базу решили оставить, хотя это как диорама планируется, да, а вот это клевая штука, которая связывает с фоном сразу. Вот, касаемо мотели, ну, в целом, мне кажется, было бы прикольнее, если бы она была собрана, например, из литников, то есть, из басчисток литников, то есть, это бы добавило ей некоторой аутентичности, крафтовость, и диайвайности, вот, ну, это так, это не столько дает, сколько просто такое, типа, ну, я сперва подумал, что это самоделка, короче, а вот, чё тут, ну, достаточно, ну, косяки, как бы, какие-то тут, ну, прям, не видны, да, ну, чё-то там, микро, там, здесь вот немного от печати, и вы убрали, да, там, и где-то чё-то там, недобрызганно, вот, но в целом, это особо в глаза не бросается, я думаю, как раз про косяки, и про вот эти ушла речь, вот, мне кажется, единственное, чё тут, то, что цвета немного не те, смотри, короче, тут у нас маджента, и purple, ну, такой светло-фиолетовый, по сути, вот, и, известно, заднем фоне оранжевый, то есть, как раз на, а, вот этой штуке, то есть, тут в чём вообще замес, и тебя как бы фон, жёлто-оранжевый, да, он очень хорошо сочетается, вот, с маджентой, с красным потом, тут скорее даже фуксия такая, ну, то есть, что-то среднему, красному, маржентовому, вот, тут как раз прикол в чём, прикол в том, что у тебя фон жёлто-оранжевый, ну, дальний, он сильно, как бы, за счёт чего отделяется, да, и окна у тебя тоже, что-то они, жёлто-оранжевый, ну, типа, как раз и создаётся эффект вот этой прозрачность, за счёт того, что они цвет фона, вот, а, здесь же, короче, цвета немного ничем подобраны, да, то есть, видно, что вроде как с белое основное, дулось, всё равно смотрится местами бледновато, может, и за свет, а, может, как раз из-за того, что оранжевый поверх красный, дулся, что тоже здесь самые лучшие, я понимаю, что была цель и мысль заделать светотень, да, то, что, как бы, сам арт клёвый, но, опять же, типа, я бы всё же брал аутентичные цвета, то есть, вот, фиолетовый вводил, потому что это как раз вот гамма, то есть, зелёный здесь уж смотрится лябно, а, то есть, как по мне, лучше всё-таки было аутентичные цвета ставить, ну, столб можно было бы таким сделать, да, а вот, как бы, эту часть фона всё-таки фиолетовый вывести, плюс, как раз, тут как бы холодные цвета, они на самом переднем плане, плюс они как тень у башенки, то есть, мне кажется, вот, ну, стоило всё же по аутентичнее, то есть, тут, ну, видно, что, да, есть вот этот purple, но он должен был быть глубже, то есть, его, возможно, стоило как-то прям посильнее перерисовать, а вот, по стёклам, кстати, особо претензий нет, но единственное, что опять же, типа, жёлтый, красный, это всё светлые цвета, да, то, что мы не дуем поверх красного, более светлых, там, жёлтым или оранжевым, мы делаем это наоборот, типа, сначала у нас белая основа, на неё жёлтый, потом мы уже там затемняем жёлтым, оранжевым, оранжевым, красным, там, маджентой и фиолетовой, то есть, как бы тут надо было начать с белого, сделать самое светлое, и потом аккуратно уже там всё затемнять, затемнять, и потом, если тебе надо что-то поправить, подвысветлить, ты берёшь снова, надуваешь белый, снова там жёлтый, оранжевый и так далее, чтобы у тебя цвета были вот такие же кислотные, насыщенные, как на референсе, вот, ну, ну, а как бы за то, что, как я сказал, типа, это не самодельный крафт, я уж, так сказать, баллы вычислять не буду, да, условно, если я это оценил, вот, но вот, что самая главная проблема, это то, что насыщенность, да, то есть, не хватает как раз вот такие вот места, они пленноват смотрятся, за счёт того, что ты блоку плащу колтом, тыл на довольно тёмный перпл практически, вот, на красное новое чужение, да, там, вот, ну и цвета не совсем те всё-таки, то есть, вот, вот это вот темнее, то есть, ну, вот условно смотри, короче, у тебя, по сути, я могу сейчас прорисовать, где-то такой этот свет, такой пурпурный, то есть, у тебя как-то, ну, светлый, просто прозрачный, да, что-то типа такого, то есть, допустим, если ты хотел сделать светотень, да, то есть, не полностью тёмный, как там, можно было бы, ага, можно было бы, можно было бы, как-то изобразить её примерно в такой схематике, то есть, допустим, здесь она более фиолетовая, дальше она там более маджентовая, вот тут вот, как она, в принципе, есть, только по насыщему убрать, а вот, и дальше она там как раз вот в этот красный, вот такой, тут вот, да, там, и вот здесь уже, как бы, к этой стороне хайлайт у нас идёт, только мы вышиваем, вот так делаю, здесь что-то по такой вот логике, да, камушки тоже, кстати, вот опять же, я бы через белый их выбрал, а, в осветлении, то есть, во-первых, ну, они прям просятся тёмными, там, их, возможно, даже есть резон, там, ещё более фиолетовыми, вот тут вот сделать, потому что, ну, коричневая земля, здесь как-то не очень смотрится, как по мне, ну, вот, то есть, что тут такое, то есть, тут именно, ну, стилей хватает, слишком в реализм ушло, типа, да, то есть, окей, если была задумка реализм, то тогда, как бы, не хватает насыщенности, всё равно, то есть, насыщенность, это универсальный, как-то, вот, вот, мне кажется, я бы более стилёвым, это ещё делал, вот, опять же, я говорю, то, что, типа, те же камушки, да, то есть, так же, вот, белый, там, ну, дуешь аккуратненько, да, и вот там, более светлыми цветами, потом, здесь тут, ну, достаточно насыщенный, кажется, возможно, он и был белым, ты по нему, как раз оранжевым, дул, до того, как всё остальное, высветить, вот, то есть, мы постоянно то усыцаем, то затемняемся, аэрографы тоже касается, то есть, всегда, всегда мы стараемся, чтобы сохранять насыщенность цветов, особенно в таких работах, которые требуют вот такой стилёвости, да, то есть, опять же, даже если здесь менять цвета, мне кажется, всё равно тут стоило, ввиду того, что, ну, довольно минималистичная работа, как-то делать её почётче, то есть, даже если брать, вот, ну, такую реалистичную гамму, с более коричнево-зелёными, или сами, всё равно, как-то стоило почётче бы её делать, что ли, типа, чтобы она была не вот-то в один слой, тут, ну, полтора-туту слой, хотя, может, и один, действительно, судя по вот этим, вот, не прокрасом, вот, ну, и что-то там, то поддуто, вижу, что тебе, там, допустим, поддувались, да, но, опять же, не хватает дополнительных слоёв, опять же, чтобы, где-то поленасыщеннее, где-то просто сочнее, вот, стелёвость, я уже сказал, а подставка тоже странное решение, учитывая, что это диорама, вот, ну, не знаю, то есть, это тоже такой, типа, полу-тайоп, скорее, по той причине, что, возможно, вот, планируется её, как-то там, как-то, использовать, а на поле, да, естественно, без подставки, ну, типа, без основания диорамы, окей, без этого, сугубы, как диорам планировалось, сколько за это, вот, ну, а касаемо камней, да, там, то есть, короче, сильнее контраст, нужно больше насыщенность, опять же, типа, не дуем светлыми цветами, белокуплащимый, типа, желтого, оранжевого, по черному, вот, ну, и на самом деле, со светотенью, как-то, недоопределились, то есть, надо было все-таки выбрать какой-то угол, где у тебя там будет более темное, где у тебя больше свет, то есть, тут вроде делать тени, а потом решил желтым падуть, то есть, даже с этой точкой передней, и совсем понятный, что куда вообще, вот, ну, а так, короче, задумка и исполнение, в целом, как такой простой, сувенир какой-то для человек, который далек от всех, вот, задрос, у нас, как раз, вполне себе приятный работа, вот, вот, вот за эту штуку прикольный, респект отдельный, в общем, как-то так.